Субтитры сделал DimaTorzok И кибернетические очки Поехали дальше Так По свету все нормально По звуку все нормально Вроде игра идет Мы дошли в этой комнате И там вон какой-то полуживой робот валяется И он что-то просил помощи вроде как Наверное будем с ним взаимодействовать Ну давайте сначала более маленькие комнатки исследуем Так, Турбина Ты мне что-то скажешь? Флэшбочек Флэшбочек Мы перекрыли все, что от казарм До центра связи Если кто туда еще зайдет, ему немало придется повозить Карл Беги Беги Ага Ну получается вот эти разваленные машины Которые сбунтовались Вдруг внезапно что-то с ними случилось Их какой-то персонал, охрана Частично Деактивировали Потому что видите, они полуразбитые Разубранные и так далее Помятые, так сказать Знаешь, не свеженькие Ну хуя можно брать вот эти предметы Если они не нужны Зачем? Зачем вот эта лишняя интерактивность? Скажите мне, пожалуйста Сейчас прикинь, здесь найду какого-нибудь чип крутой Ну если бы, конечно, да Я бы мог найти этот крутой чип Но нет Это так не работает Так, подожди Спуск вниз А мы отсюда пришли? Да, мы отсюда пришли Вот тут комната закрыта О, еще киберанус Еще пальчик давай Оба А это кивка что ли? Получается это кибер-очко нас хиляет? Что, серьезно? Засунь палец в очко и получи хп Что? Так, это у нас камера Администрация, электростанция, завод, центр связи А мы где? Хусть знает где мы Ладно, разберемся, найдем Какой-то скетч Бук Тут мы это все посмотрели в прошлой серии вроде как Так Так, тут у нас еще есть выход наверх Получается Краш хазард Стенд клир в вял клозинг Не знаю, что это значит Пока не будем трогать Но его нахер А вот и первые трупы у нас Ладно, давайте посмотрим Слушай, ну это получается О боже, он мертв Он мертв Получается у нас События произошли не так давно Потому что он не успел разложиться Сэмкен Карл Сэмкен Сэмкен, ты любил семечки что ли? Сэмкен Так, давай-ка, Сэмкен Мы с тобой на превьюшечку пойдем Ну потому что Ну, Маури вдруг ничего не будет Вдруг ничего не будет А нам нужна-то превьюшечка Не знаю, как тебе С какого ракурса-то лучше Чтоб ты как-то покрупнее был Хотя он уже вроде как мумифицировался Ладно, пойдет Так, вверх Лестница тут у нас заблокирована Так, комбинезончики Тета, не входите Мы перекрыли Эпсион Чтобы никто не мог помешать работе станции Не открывайте дверь Э, Азара То, что произошло с Карлом Это не моя вина Азара Ами Эми, точнее Окей А какую дверь не открывать Ту, что ли? Ну, сказали не открывать Значит, не надо открывать Водичное Оттуда тем более что-то льется Если мы откроем По-любому нас затопит Пока что трогать не хочу И не буду Я думаю Что это не нужно Пойдемте к роботу Сходим Который там нас ждет Дожидает с помощью Так, а что такое? Тут мы пролезть не можем Робот Роботяшка Роботяшка Эми, это ты? Что осталось с местом пилота? Братан Что-то тебе плохо, да? Да что там с вами такое? А вы кто? Вы слепой Это я Карл Карл Семкин Объездчик Что, не знаете такого? Я вообще-то нет Ну спасибо Вы мне очень помогли Я же тут на полу не валяюсь Чего там? Вы человек? Блин Что? Под тело заметно? А я тут скрыть пытался Да, я человек А вы? Меня зовут Саймон Вы что-нибудь знаете об этом месте? А, вы новенький Ну тогда понятно Слушайте Я ранен Как вы заметили Если увидите кого-нибудь Скажите им Что я тут? А где вы находитесь? Вы серьезно? Я же тут Видишь, Машу На руки посмотрите Привет Понял, понял Я просто Я вас не вижу Я вижу машину Говорящего робота Вы куда там смотрите? Я тут Видите? Эээ Понял Я просто не ожидал Что вы вот такой Вы зациклены на внешности Не так ли? Как вы поранились? Точно не знаю Вырубился надолго Не могу вспомнить Как я сюда попал Ну а что вы помните? Я был на месте пилота Управлял Уп Уп Универсальным помощником Ну это робот такой Как вот как они Только быстрее Короче я работал с тепловыми экранами И потом ничего не помню Вы дистанционно управляли роботом? Мы все время так делаем Роботы сами совсем не справятся В микросхемах интуиции нет Знаете ли? Может вас как-то затянуло В робота Да Разум прочно с ним связывается Но нет Это вряд ли Блядь Это че получается Все мозги Членов команды? Что с вами стало-то со всеми? Вы там столько купались Или что? Слушайте Я не хочу вас пугать Но мне кажется Что вы попали в робота А я вам говорю Проверьте зрение Я тут Я вижу обе свои руки Обе ноги Когда управляешь Видишь только видео с робота Свое тело при этом не видишь Если других увидите Скажите им Где я? Найдите кого-нибудь Кто может помочь Так Пожалуйста Нет Передайте Эми Мне нужна помощь Простите Кажется Не тот рычаг Не важно Главное Врача мне Найдите Ебать Я откуда знаю Что рычаги делает Ну не будем Его убивать Раз уж он Более-менее адекватный Так Че Мне нужно открыть Получается тот рычаг Остался Что еще Мне здесь можно сделать Вниз сходить А Вот этот рычаг А че Не работает Не работает А че Мне делать Мне получается Либо короче Его там убивать Вот этим рычагом Либо открыть Сверху воду И что лучше Я не знаю Но вода Может быть Еще его не убьет Так Вот тут терминалы Давай посмотрим Внимание Патас 2 Патас 2 включен Внимание Выключен Да скажу Скажу Успокойся Получается Ни с чем Нельзя взаимодействовать Может как-то Может как-то Починить Можно терминал Вот этот Вот манипулятор Чтобы он Смог работать А ты заебал Заткнись Все Ноешь Да ноешь Получается Только вверху Если можно Открыть Этот вот Люк Больше нас Ничего не остается Но там будет Пиздец Я больше чем Уверен Что нас затопит А Да Окей Даже не открылось Майнер Берегите свою голову Да Или думайте Своей головой Так Ну мы какой-то Скрипт запустили Сейчас появится Какая-нибудь Тварь Туда не можем А что-то написано Ред Чего-то там Не могу разобрать А Я еще Не сделал Флэшбэк Или Вы последние Резервные трубы Проверяли Все подключено Равномерно Мы специально Распределили риски Вот и все Энергии Потосу Хватит до нового Апокалипсиса Мы готовы Надеюсь Мы тут ничего не напутали Мне туда возвращаться Совсем не хочется Расслабься Все Кончено Мы идем на ТЭТу Может нужно Больше блоков перекрыть На помощников Надежды нет Они могут выбраться Мы перекрыли все Все от казарм До центра связи Если кто туда еще зайдет Ему немало придется Повозить Мы тоже слышали Уже Мы-то слышали Keep hands Слушай, но у меня Ничего не остается Больше Я не знаю Что делать Я тут все исследовал Я тут все посмотрел И здесь Ничего нельзя Сделать больше Возвращаться вниз Возвращаться вниз А, слушай Тут же надо ввести Что-то нам Нам нужно Войти в систему А какие-то номера Мы какие-то номера Находили с вами? Я не помню чтобы мы какие-то номера находили какие-то иди можем принципе вернуться вниз но внизу я так понял ничего там особо интересного нет значит можно проверить давайте сходим блять мало ли лучше убедиться что там реально чего нету чаба кей там этот робот вернулся я бы ел нет ничего нету тишина так тишина тишина да тут в принципе реально ничего нету на всякий случай еще раз пробежимся мало ли вдруг чё мы пропустили потому что мы все тут бегали от этого робота еще так подробно не рассматривали не изучали вполне возможно что здесь что-то осталось во всяком случае наверх мы уже вернуться не можем тут все перекрыто electric hazard тоже мы тут все уже понажимали походили ничего здесь короче нету не вижу вообще никакого смысла нет учет мы сорвали зачем-то этот вентиль не знаю ну ничего нет получается нам остается убить робота за что почему мы должны его убить я не особо понимаю аж других у нас вариантов нет а это такой триггер да то есть так открыл а там закрыл понял нам нужны какие-то цифры чтобы вести войти в терминал и открыть еще какую-то дополнительную дверь это вот единственное что меня сейчас в голове висит типа что можно сделать айди 0722 давайте попробуем 0722 вот это еще рычаг не работает так сменить 0722 вы вошли как карл сэмкин почта кому волчок хизер тема на автоматизации псилон мы закончили работу над энергокомплексом перекрыли доступ к фабрикам чтобы завод мог работать все системы не первостепенного значения отключены если кто-то решит вернуться пусть знать что регулятор потока энергии работает на честном слове если его отключить то включить обратно уже вряд ли получится мы уходим отсюда карл почта не отправлено не удалось связи управление питанием складское помещение фабрика центр связи дюкер недостаточно энергии персонал главный управляющий адамс джейн местонахождение тетом диспетчеры Йонстодоттер Вигдис, местонахождение ТЕТА Геотехнический инженер Роджерс Бакстер, местонахождение ТЕТА наладчики Азара Эми, местонахождение Еpsilon станция Шаттлов-Би Финли Гевин, местонахождение ТЕТА Мерон Луиза, местонахождение ТЕТА Объездчики Сэмкен Карл, местонахождение Еpsilon площадка управления Шанкар Аашиш, местонахождение ТЕТА Так, хорошо, подожди мы тут управлением питанием, да? Делаем складское помещение, регулятор потока. Опа! Открыли новую нашу комнатку. Краткое введение в CCRV-7. Черный ящик. Черный ящик это процезионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе PATHOS-2. Чтобы станция могла обеспечивать вам подходящую рабочую обстановку. Устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплант используется правильно. Ну короче, все вот эти импланты ввели, да? А через них роботы как-то их захватили. И все, они все сошли с ума. То есть вот эта система PATHOS-2, она просто разъебала. Так, это куда-то можно воткнуть? Роботу можно воткнуть это? Нет, нихуя. К другому роботу можно это воткнуть. Может, водичнее механика? Вон тут что? Клоуна-то? Врача зовите! Но вы же робот! Правда? С ногами, руками, лицом? Вы бредите! Ладно, успокойтесь, я не буду... Да зовите помощь уже! Не трогайте меня! Кто-то заебал. Блин, ну получается его только можно убить. Больше ничего не за... Так, ну пошли дальше играться с энергией. Складское помещение. Терм-камера, центр связи, фабрика. Дюкер, фабрика. Так, недостаточно энергии. Найдено решение. Отключить одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи. Ээээээ... А как мне это выключить? Отключить одну из выделенных секций. Терм-камера недостаточна. Регулятор потока. А регулятор потока это, случайно, не вот это вот помещение? Нет. А как это называется? Какой-то термит. Какая-то прям головоломочка у нас получается. Со всеми этими помещениями. Субтитры делал DimaTorzok Тут, короче, ничего нельзя использовать. Давайте сбегаем еще по этим местам. Может регулятор потока это здесь? А, да, точно. Новое помещение. Так, что у нас? Хиляться пока не будем, или это сохранение, я не знаю. Так, внимание, мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. Это вот здесь можно энергию вырубить, да? А какой рычаг? А, вот этот рычаг. А эта штука не работает. Ладно. А походу один ублюдок проснулся. Сука, все-таки пришел за мной. Так, попробуем здесь спрятаться. Да и как же мне его обмануть-то, чтобы он прошел туда? А он не хочет просто идти сюда, и все. Что мне с ним делать? Так, а что мы его убили, да? Сдох, походу. Ну давай, идем. Идем ко мне. Пиздюк. Пиздюк, пиздюк, идем. Идем, идем, идем ко мне. Ну, я побежал, 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 побежал. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Ааа, уебал. Давай, беги. Сука, куда бежать? Вниз. Так, еще раз его наебать можно, нет? Вот приставучий-то, ублюдок. Самое главное, его здесь не было, и он все равно пришел как-то. Давай, цыпа, цыпа, ко мне. Эй, 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 я здесь. Беги ко мне. Да тут я тупой. Давай, 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 давай. Вот, 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 вот он я. Вот он я. Давай, давай, давай. Давай, беги, беги, беги. Я верю. Ты марафонец? Ты форестгам, блядь. Бля, щемит, ибо щемит. Блядь. Сука, как же тебя... Нихуя. Он так и щемит, и я не знаю, что делать, как от него скрыться. Не работает. Тут тоже не работает. Блин, и питание. Да, блядь. Ну че, сука, хочешь меня сожрать? Все, сожрал. Аааа. Центр связи как раз наверху, да? Я типа без сознания врубился, и он все, успокоился. Так, о, хилка. Хилка, хилка, хилка. Пальчик в очко. И стало хорошо. Заебись. Так, обнаружены испорченные данные. Восстановить файлы. Да. Данные частично установлены. Йонси, как там эвакуация? Все собрали, к выходу готово, но оставлять электростанцию без присмотра это плохо. Адамс решил оставить Эми Азара и Карла Сэмкина, чтобы те выполнили автоматизацию. Тот-то они, небось, рады. Я просто сообщить хотел, что все по графику, завтра еще поговорим. Хорошо, передам все, волчок. Йонси, славное утро для эвакуации, да? Сойдет. Я хотела представить тебе Эми и Карла, когда я отправлюсь на Тету, на связи будут они. Поздоровайтесь. Привет, Тета. Привет. Привет, ребята. Я Питер Страстский, диспетчер на Тете. Если смогу чем-то помочь, вы дайте мне знать. Вот и все, пожалуй. Скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Йонси, удачи тебе. Эй, алло, Тета? Эпсион, в чем дело? Нам нужна прямая связь Хизер, то есть инженерам по обслуживанию, волчок. Прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Лумар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи, и я, если что, здесь практически всегда могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся. На связи. Алло, Питер, да? Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня буду закрывать центр связи, так что больше мы на связь с вами не выйдем. Если через пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. А, подождите, подождите, а что происходит? А план прежний остался? Да, мы идем к шаттлу и едем на нем прямо до Теты. А, ладно, понял, соберу людей для торжественной встречи. Рады это слышать. Так, какая-то эвакуация была. И что они с этой эвакуацией делали? Северная Америка, Атлантический океан, Европа, Африка. Нью-Йорк, статус отключен. Последний контакт 10 января 2103-го, 19-24-05. Сообщение. Йонси, офис закрывается и всех эвакуирует. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи вам и надвигающимся апокалипсисе. Бен. Хуя себе, то есть так успокоен, да? Липсон. А, Лиссабон. Лизбон. Лизбон, главный, статус отключен. Последний контакт 12 января 2103-го года. Сообщение. Очередной доклад по оборонительным мерам. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения потерпели неудачу. Паттес-2 должен предпринять все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Примерное время столкновения 5.13. Лиз. Лондон. Статус отключен. Последний контакт 11 января 2103-го. Сообщение. Дорогая Вигдис Йонсдоттер. Я печально вынужден уведомить вас, что в наш офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона и Паттес-2. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У нас потрясающая группа, у вас потрясающая группа, и я уверен, что там будет, что там, где потерпели неудачу мы, вы продолжите наше дело, не страшась трудностей. Искренне ваш, директор системы Джеймс Блум. Кстати, надо еще и телескеты переворачивать, мало ли там, блядь, еще. Так, Кадис, вспомогательный, статус отключен. Последний контакт 12 января 2103-го года. Сообщение. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас места в первом ряду. Салют. Сухня. Связь с Лумар прервана, требуется вот данных вручную. А где Лумар? Я где-то видел Лумар. 2201. Невозможно вызвать абонента станции Апсион с пункта связи. 2202. Подключено. Устанавливается связь. Здесь есть кое-что получше. Вот. Это все, что ты мне хотел сказать, ублюдок? Лямбда. Эй, вы там? Я нашел купол. А, так лучше. Вы Саймон, да? Джаред, Саймон, Джаред. Здравствуйте, я Кэтрин. Вы уже разобрались, что происходит? Я, я надеюсь, вы мне расскажете. Может, и смогу. Что вы хотите знать? Да много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят как люди? Ну, вы, очевидно, на Апсилоне. Вы там раньше были? Где вы работали? А в Гримуаре? Город Торонто? Это так важно? Нет, нападай сюда. Вы где работали? Я не знаю, что это такое. Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, и все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов. Сумасшедших. Кроме одного. Кажется, он назвался Карлом. Он был в норме, но я... Я, по-моему, случайно убил его, отключив питание. Ну что ж. Роботы ничего не чувствуют. Так что, да. Да. Что это было, эй? Что происходит? Тут, кажется, все скоро в руки. Что мне делать? Саймон, вам нужно на лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяют сеть шаттлов. Найдите шаттл и приезжайте, я буду ждать. Ебать. Черт, черт, черт. Куда мне? Что делать? Твою мать. Ебали. Ничего себе. Мы теперь под водой? Мы амфибии. Так. Ну, а дышать как мы будем? Что? Какого черта? Как такое возможно? А, он типа в костюме сейчас. Это же... Это безумие! Прикольно. Теперь у нас миссия под водой. А, ну вот теперь у нас здесь будут по-любому твари эти огромные... Живые рыбы. Акулы какие-нибудь будут нажрать, гонять. Сто процентов. Так, и куда нам идти? Давайте-ка разбираться чуть-чуть. Лямбда. Найти шаттл на лямбду. Окей. Задание понял. Ищем. Хотел сократить, нельзя. Не предусмотрено. Так, что тут написано? Зепелан Транспорт. Так, тут должно открыться. Ни хуя. Тут ничего не работает, нельзя активировать. Так. И запрыгнуть нельзя? Сука. Ну ладно, как скажете. Я думал, здесь поисследовать что-то можно. А получается, тут тупо коридор соединительный между локациями. Опа. Что за батискал? Он что-то плавает. Сохранение. Так. Флэшбэк. Теда, отвечайте. Ответьте, отвечайте. Страстки, ну же. Эми, ты где? В полях. Мне пришлось срюйти. А Карл? Все пошло к чертям. Подожди, ты за дачу энергии автоматизировал, тест безопасности, нам нужна энергия, чтобы станции работали. Да в жопу энергии! Иди в жопу, Страстки! Машину убили Карла! О, черт! Ладно, успокойся, все будет нормально. Ты можешь вернуться на ТЭТО? О, думаю, да. Пойду к шахтлу. Вспомогательному. Удачи, Эми. Держу кулаки. Да люди умирают! Да похуё вообще там, блядь. Убили робота-человеку. А, ну, ладно, возвращайся в станцию, поддерживай, работай, чтобы все было заебись. Как везде. Работники. Здесь такой, знаешь, левел дизайн, что подразумевает, что куда-то можно, в принципе, запрыгнуть. Дополнительное место, но там ничего, походу, нет. Опа. Мне нужен структурный дель. Пошёл нахуй своим структурным делем. Мысли путаются. Здесь должен быть где-то дель. Так, он на месте стоит? Надеюсь. Так, что это такое? Пустые двигающие. Башка робота, что ли? Так, Апсилон какой-то. Апсилон B. Ебать. Я думал, здесь человек стоит. Так, кто? Кто палит? А. Понял. Братан просто развлекается. Так, ну пойдём по маячкам. Я другого, в принципе, выхода не вижу. Типа маячки должны указать путь. Может, тут они как-то указывают немножко не туда. А, оп-оп-оп-оп-оп. Ещё одна тварь там летает. А я отсюда пришёл или нет? Что-то я не пойму. Ну, этого корабля я не помню. Так, всё, он развернулся. Валим. Так, ну, вроде мы дошли. Дошли до куда надо было. Шутал Станшин какой-то. Так. Чё надо? Всё отрубил. Ага. Так и надо было, да? Я думал, там надо было как-то включить. Ну-ка. Вот так вот, закрыли. Проведите он мне инструмент. Доступ разрешён. Всё. Дренажик. Вода должна осуществляться. Неплохо. Будем надеяться, что шатыва ещё работают. А как... Откуда у меня фонарик? Давно его не хватало, если честно. Страстки. Страстки. Тетта, отвечай. Что? Я не могу. Страстки. Я ушёл от вас. Но тут всё плохо. Свет мигает, как сумасшедший. Кажется, регулятор сломан. Его надо починить. Я не хочу заблудиться на полпути к Тетте. Что это было? Я тебя не слышу. Не волнуйся. Я починю. Как-нибудь. Так, что-то здесь не работает и что-то нам нужно чинить. Ну, в принципе, логично. Логично, как всегда. Опять какие-то твари меня будут преследовать. Так, пальчик в попку. Оп-па. Вау. Боже мой. Ты какого чёрта? Слушай, раньше было хорошо. Всё. Что-то какая-то бракованная очко. Пиздец, блядь. Так, ну это вот и есть капсула, да? Так, жижа. Коридорчик. А свет слева вот какой-то прям подозрительный падает. Уж не робот ли там стоит? Ублюдский. А, нет. Просто комната. Хуя. На привилюху пойдёшь? Ты-то уж получше, наверное, чем это. Блядь, а как этот значок убрать? Сука. Ну, похуй. Во. Как-то вот так вот тебя сделаем, да, на превьюшку? Хорошо. Так, чё ж скажешь? Эй, вы... Не бейте. Я могу помочь. Оно не даст мне умереть. Это запрещено. Что случилось? Несчастный случай. Наркоснабжение. Я шла на тету. Я могу чем-то помочь? Если увидите Мастерс или Хованда, скажите, что мне помощь нужна. Ладно? Эмми, нужна помощь. Всё, я не могу больше с ней говорить. Да, она и не бьётся. А-а-а. Основные системы включены. Пути шаттл отключены. Безопасность отключена. То есть, если я сейчас вот это выдерну, она сдохнет. Блядь, то есть мне по-любому нужно убивать людей, чтобы куда-то дальше пройти. Так что ли? Как это работает? Что за мораль? Я не согласен с этой игрой. Ну, блядь, ну пиздец. Почему я должен убивать людей, чтобы дальше продвинуться по сюжету? Был бы хотя бы выбор. Хотя бы какие-то альтернативы. Нееет. Чёрт, вы там как? Вы в порядке? Не знаю. Хочу домой. Я уже не воткну обратно, да? Ну, сорян. Деваха. Чё я могу сделать? Кстати, вот так свет будет получше падать. Ой, и значка нету. Отлично. Отлично. Ваще супер. Твою мать. То есть мораль игры такая, чтобы работала станция, нужно убивать людей. Типа машины поддерживают жизнь людей как-то из раненых. Я не знаю, в каком это... В плане это происходит. Непонятно. Но как только я её отрубил, она умерла. И получается, все основные системы стали включены и всё стабильно стало. Тоже на превьюшку можешь пойти. Ой. Какая-то, конечно, странная игра. Ну, честно, я не понимаю, в чём подоплёка этого. То есть в чём глобальная суть. Так, время 49 минут. Наверное, знаете что, ребята, я, скорее всего, пущу эту серию премьерой завтра вечером. Потому что довольно-таки атмосферное изучение у нас идёт. Ну, может, в чате с вами ещё пообщаюсь. Если будет возможность. Вот, завтра, тем более, суббота. А в воскресенье, может, стримчик бахнул. Может быть, если получится. Так, чё тут у нас? Та не включено. Оп-ты ж. Шаттл линк. Апсион бит, это омикрон, это дельта лямбда. Нам же на лямбду надо, да? Активируем шаттл G6. Режим готовности. Поехали! К новым вершинам. Как работает? Ну, я всё понажал. Всё понажал. Мне надо было куда? Псилон. Вы находитесь здесь. Псилон а лямбда. Транспортный терминал. Тета, омикрон, тау, фи, дельта. По-моему, мне на лямбду надо было. Если мне память не изменяет, надо было на лямбду идти. Бесконечность не придёл. Добро пожаловать на Паттест-2. Ваша дорога к звездам. То, что началось в 60-е годы, как проект по бурению, позже превратилось в базу для космической пушки Омега, самого доступного в мире способа запускать спутники и зонды для исследования космоса. Наше уникальное расположение в Атлантическом океане позволило разместить здесь гигантскую электромагнитную пушку, длина которой превышает марафонскую дистанцию. Пушка позволяет безопасно запускать снаряд без риска повреждения груза взрывом. Станция разделена на несколько площадок. На ней трудится разнообразная команда инженеров и учёнов. Вместе они способны производить, собирать, запускать самые совершенные в мире космические корабли. Кроме наших основных операций, на Паттест-2 также проводятся многочисленные исследовательские проекты в области агенологии, в том числе и гидропоники, турбулентности и глубоководного строительства. Сейчас мы покидаем станцию Псион и отправляемся на Лямбда. Станция Лямбда это транспортировочный узел Паттест-2 и его пристань. Оттуда идут поезда ко всем другим станциям и транспорт на поверхность. А, на поверхность это хорошо. Мы можем начать оттуда свалить. Но сюжета, конечно, пока что мало. Трудно понять, что произошло. Почему люди стали гибридными. Внимание, по местным путям. Чёрт! Чёрт! На, на. Ебался! Нормас! Ну, наверное, нам сюда надо было ехать. Я надеюсь. Уполняется экстренное торможение. Ну, мы уже стоим. А вот, запасной ухо. Хорош. Саймон, 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 вы там? А, Кэтрин, это вы? Я уже был в пути, но потом поезд... Он сломался, к чертям. Вы в порядке? Система говорит, что секция перекрыта из-за возможного пробития корпуса. Нет, я не в порядке. Что вообще со всем миром случилось? Почему мы под водой? О, да, вы совсем с толку сбиты. Слушайте, об этом пока не волнуйтесь. Я понимаю, вы замешательствует, но лямбда уже скоро. Только не останавливайтесь. Как близко? Пешком дойти можно? Да, но тоннель заблокирован, чтобы уберечь постройку от обрушения. Вам надо найти в своей секции технический люк, а он выведет наружу. Технический люк? Без проблем. Что это? Что здесь происходит? Мне пора. До скорой встречи, Саймон. Кэтрин? Вы в порядке? Блядь, отключилась система. Ты что спрашиваешь? Ты дурак, что ли? Так, фонарик есть? Ага, вот фонарик. Фонарик есть. С фонариком все-таки получше, видать. Так, а сейчас мне это очко даст жизнь или заберет? По-моему, в костюме она не дает. Или все тебе дает? Ииии... Куда идти? Экзит. Ага, вот так вот. Вот, блин, я инструмент шат, я забыл. А че, мне возвращаться надо? Блядь, серьезно? Ты дурак, что ли? А я про этот инструмент даже и не вспомнил. Я че-то после аварии думал, он нам больше не нужен будет. Ну, сейчас будут в климате. Я больше чем уверен, что здесь в коридоре сейчас будет робот. Ну, типа, это сюжетно должно быть обусловлено. Ох ты, блядь. Так, подожди-ка. Ну, типа, меня должно было напугать, что ли? Ну, какой-то фантом стоял, и че? Тут, знаешь, есть вещи пострашнее. Чем всякие фантомы. Роботы, блядь. Ожившие. Дичь какая-то, все под водой. Космические шаттлы, станции. Чего, блядь? То есть, реально есть вещи пострашнее, чем какие-то фантомы. Не знаю, меня это не особо не напугало. Вот фантомы в метро 2033 были стрёмные. Вот это да. Это было стрёмно. Я помню, это уровень начальный. Тебе, блядь, доступ отказан. Тебе пиздец. Выравнивание давления. Ну вот, опять. Ну, а ты как хотел. Чтобы под водой выйти, надо водой затопить. Так, еще. Где выход? Вот этот люк должен открыться. Ага. О, даже и лестница опустилась. Как все хорошо. Как все модно. Опять под водой ползу. Ну ладно, давайте пробежимся. Дойдем до этой все-таки бабы. Я же лямбда найду. Хотя тут океан, конечно. Блядь, вот в том и вопрос. Будет ли опять мне мешать роботы? Задротные. Ух ты, крабик, здорово. Потанцуй. Пойдем до клабика, потанцуем танец крабика. Не помню, как там говорится. Но, короче, была такая шутейка. Прибауточка. Лево, право. Наверное, по освещенной стороне пойдем. Что нам в темноту пиздячить? Такое ощущение, что я здесь прям проходил уже. Что это то же самое место. 30-50 метров. Вот это и есть лямбда, наверное, да? Указатели. Так, подводная лодка огромная. Под ней, наверное, надо пройти. Не, нихуя, это тупик. Так, а вот лямбда. А че с тобой? Ты не работаешь? Зубу лево. Так, где-то робот поблизости. А, он прям передо мной. Куда все делись? Долбаные идиоты. Так, все, нормально. Не зря пошел. Я думал, сейчас это. Пойду за его спиной, он обернется, как падла. Последний момент. Так, фонарик-то еще есть, точно. А я че-то забыл. Где лямбда? 30-50 метров я уже по-любому прошел. Не гоните мне. Хуя, физика. Ой, а там кит, шель, плавает? Лямбда, лямбда, ты моя, лямбда, лямбда. Так, а тут че у нас? Шо-то есть? Может, шо-то дополнительное? Там еще робот плавает. Ошибка требуется энцефлочек. Не удалось активировать спасательную капсулу. Отсутствует протокол. Ладно, энцефлочип, скорее всего, мы найдем на лямбде, нам даст вот эта вот девушка. Сто процентов. Это, наверное, лямбда. Где сейчас Кэтрин? Кэтрин ее зовут. Ну и все, часовой летсплей, что-то я прям затянул. Ну да ладно. Сделаем большую премьеру. Так, скафандры, хуэфандры. Опа. Ты, не подходи! Это важно! Нет! Кэтрин? Тише! Не смотри на него! На кого на него? На этого ублюдка? Ладно, не смотрю. Пожалуйста! Пожалуй, теперь можно выходить. Ладно, как скажешь. Ах ты ж блядский. Бля, он сейчас разъебет нас. Саймон, вы тут? Я ранен. Ты тоже робот. Блядь, я думал, ты человек. Я рядом с вами. Нет, только не вы. Я так надеялся, что вы человек. А вы не смотрите на электронику. Я была человеком. В голове не укладывается все просто бред какой-то. Я сдаюсь, ничего не осталось. Спокойтесь, еще не конец света. Точно? А вообще-то похоже. Я так понимаю, что только я остался. Это вы о чем? Вы поймите правильно, я хотел сказать, из людей один остался. Вы сами-то себя видели? Вы ходячий, говорящий водолазный костюм с электронной начинкой. Я? Нет. Вы не хотите об этом думать? Бора бы начать. Я не хочу больше ничего делать. Я не хочу так жить. Я хочу уйти. Пока вы не наделали это дело, можете мне помочь? С чем? Я пыталась выяснить, что происходит с моим проектом, пока этот амбау не повалил мне на пол. Проектом? Кому нужны проекты, если знаешь, что ты глупый робот в глупом мертвом мире? Так, спокойно. Я хочу, чтобы вы меня починили, чтобы я снова могла работать. Потом можете дуть сколько хотите. Вы шутите, да? Я раньше себе машину времени соберу, чем вас могу восстановить. Мне нужен доступ к компьютеру. Так, а это у вас Омни-инструмент? А, ключ для дверей? Я его на Эпсионе нашел, там, где очнулся. Он как раз подойдет, ставьте его в терминал. Ладно, как скажете. Когда инструмент загрузится, вставьте в него мой мозговой чип. Что за чип? Вы поймете, он наружу выйдет. Берите его и вставляйте в инструмент. Ну же. Все, мне больше ничего не нужно. Ладно, как скажете. Так что мне нужно сделать? Вы несете Омни-инструмент. Подключите его к компьютеру. Куда? Куда его сунуть-то, блядь? А, вот. Добро пожаловать, Элмерон, Эпсион. Активируем терминал лямбда номер 27. Омни-инструмент готов. Тут ничего сложного. Подберите микросхемы и вставьте в Омни-инструмент. Почему схема из робота подходит к хуйне? Это стандартный раз. Э, Катрин. Э, ладно, давайте попробуем. Найден пользовательский энцефала-чип. Помощница Джейн отключается. Всего хорошего. Э, странное чувство. Я в инструменте? Спасибо. Так, а что у вас за проект? Мой проект? Я сохранила всех людей на станции в виде образов мозга и поместила их в искусственный мир. Мы собирались запустить его в космос, чтобы спасти, ну вот, от этого всего. Вы говорите, что собирались запустить в космос компьютерный мир, населенный людьми? Да. Сначала это был просто особый проект, но когда упала комета, все стало серьезнее. А потом дошло и до того, что ему дали официальное название «Ковчег». А что, логично. Далеко он у вас там? Не знаю. Вот это моя версия. Ну, я это, изучение раннего сканирования. Живая Катрин вполне могла уже закончить проект и запустить его. Она еще даже может быть жива. Странная мысль. Значит, говорящие роботы, это тоже вы сканировали? Возможно, но я сомневаюсь. В таком случае они бы были разумнее. А, вот, наконец-то. Что происходит? Мне удалось восстановить часть данных с резервного сервера. Оу. Вы можете сделать мне одолжение, зайти в другую комнату и посмотреть? В таком состоянии я файлы проверить не смогу, мне нужно знать, что Ковчег в безопасности. Конечно, Катрин. Спасибо, я открою вам дверь. Дверь куда? Что вы там говорили, вы из Торонто? Да, я пришел на томографию, а потом раз, и уже здесь. Ничего не понятно. Как? Зачем сюда кто-то пронес образ из Торонто? Это еще что? Если я вам скажу, что томография была в 2015-м. О-о. Нихуя себе. Сейчас 2100-й. То есть, как, подожди, получается, в 2015-м изобрели какую-то систему, которая может также копировать мозг, но они еще об этом, наверное, не знали. И есть общий какой-то сервер, который связывает все времена, и, получается, загрузили его мозг с помощью этой томографии вот в этот сервер. И через этот сервер он попал вот в этот мир. Тоже как симуляция. Жестко. Ничего не понимаю. Вы что-то сказали? Простите, все пытаюсь понять, как вы сюда попали. Отлично. Мне бы очень хотелось узнать, кто придумал отправить канадца на дно моря. Проверите компьютер в другой комнате. Ладно, давайте на этом заканчивать. Потому что уже час 08, уже все хорош, на следующую часть оставим. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком и канал подпиской, с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok